Знаете, поскольку кто не знает, я вот в свое время и даже еврит изучал, у меня первый арабский, второй французский, третий еврит и так далее, до пятого. Но у евреев есть такая одна хорошая поговорка. Вообще, так сказать, евреи это особый народ. Я сейчас не буду развивать эту тему, но если бы я так недавно узнал, говорит, на день рождения, у меня одна девушка, говорит, ну уже взрослая женщина, говорит, чем меньше гостей, тем больше праздников. Поэтому я хотел бы извиниться за то, что сегодня вас немножко не совсем много, потому что у нас сегодня в гостях очень интересный человек, его даже и представлять, я думаю, особой нужды не надо. Но, тем не менее, известный наш адвокат, председатель комитета общественной палаты по правоохранительным органам, судебно-пуровой системы, как там называется, сложно. Но вот лицо узнаваемое во всех громких историях известно, и поэтому нам очень приятно, что Андрей Львович посетил наш институт. Он часто бывает у нас и на защитах, и так далее. То есть мне кажется, что сегодняшняя ваша встреча будет очень полезна. Еще, конечно, мне жалко, что наши студенты, почему-то сегодня как-то не совсем явились все. А это, я думаю, что когда мы, ученые, все рассказываем, это одно, а когда приходят практики, это, конечно, совсем другое. Поэтому я вот тоже очень сожалею. Ну ничего, Валерий Павлович. Я убегу тогда, да? Оставлю вас. Забегу тогда, да. Я вас жду. Потому что пальто мое ваше у меня. Не извините. Спасибо. Пожалуйста. Ну, в первую очередь, хотелось бы вам сказать огромное спасибо за то, что вы нашли время и пришли к нам сегодня в МГИМО. У нас было очень много юристов, известных адвокатов, и мы очень рады вас здесь приветствовать сегодня. Большое спасибо, что пришли. Меня зовут Анатолий, фамилия моя Кучерена. Я в данном случае могу говорить очень много, поскольку я, помимо того, что я адвокат, как было уже сказано, я уже пять лет, пять с половиной лет уже, как возглавляю комиссию общественной палаты, которая называется «По общественному контролю за деятельностью и реформирование правоохранительных органов и судебно-правосистемы». Так уж складывается моя судьба, что, будучи адвокатом до 2005 года, сама палата общественная была сформирована в 2005 году, я проводил достаточно много дел, на мой взгляд, интересных, и с точки зрения профессии, с точки зрения внимания общества к тем делам, которые я проводил. Честно скажу, никогда не думал, когда учился на юридическом, что буду заниматься такими громкими, я бы сказал, шумными делами. Это дела, которые рассматривались в 90-х годах, в начале 2000-х годов. Если говорить по тем делам, которые я участвовал как адвокат, это были дела бывшего министра юстиции Ковалева, может кто-то из вас знает, это так называемый банный скандал, где в итоге, там, после публикации в газете, где его обвиняли в том, что он развлекался в сауне с девушками легкого поведения, затем возбудили уголовное дело по статье 160-й, присвоение растрата, и в итоге было избрано мероприятие в виде содержания под стражей, где-то примерно год он отсидел под стражей, затем я добился, его освободили из-под стражи, дело пошло в суд, и, кстати, впервые в современной России был вынесен переговор 9 лет условно. То есть, ну, после этого там были другие дела, там, дело Быкова было 6 лет условно, но вот мы вот отличились таким вот образом. Также были дела, связанные с детским домом, я представлял интересы детей, это дело Карпова, такое дело было тоже достаточно шумное, где, ну, в свое время было очень модно, там, в начале 90-х годов, что касается детей, которые остались без родителей, было очень модно передавать во всякие структуры, частные структуры, которые должны были заниматься воспитанием этих детей. Такое дело достаточно сложное было, и в итоге, вот детдомовские вот эти дети, там их было где-то человек 13, подвергались постоянному издевательству составной директора, этого детского частного дома. И я уже это дело ввел в суде на стадии потерпевших. Я вот представлял интересы девочек. Девочек, там, ребят, вернее, там было 6 девочек и, по-моему, 7 ребят, мальчишек. Дело Тамары Павловны Рохлиной, это убийство генерала Рохлина, где подозревали его жену в убийстве. Ну, ряд других таких громких, шумных дел, которые, во-первых, возлагали на меня ответственность достаточно большую, поскольку все время этими делами интересовались журналисты, и об этом очень много писали, говорили про это. Ну, а в 2005 году я получил приглашение от президента, тогда был президентом Владимирович Путин, войти в состав общественной палаты Российской Федерации. Дал согласие, и уже став членом общественной палаты, меня избрали председателем комиссии, о которой я уже говорил, и вот 5,5 лет я занимаюсь, может, даже меньше адвокатурой, хотя не могу сказать, что меньше, тоже, наверное, достаточно много приходится уделять вопросам, именно защите прав человека, но став представителем комиссии, конечно, я больше стал уже заниматься такими вопросами общественно значимыми. Вот, в частности, я проводил там вместе с моими коллегами по общественной палате, там достаточно много таких громких резонансных дел, это Бутово, где вот выселяли людей, там на улицу выкидывали, ну и последнее из таких громких дел, там Речник, ну, примерно та же самая ситуация, та же самая схема, которая была в 2006 году в Бутово. Было дело Сычевого, это вот солдат, над которым издевались в Челябинске, тоже я занимался с моими коллегами, мы туда выезжали, в итоге, которым мы ампутировали ноги, ну и много других дел. То есть я к чему говорю? Я говорю к тому, что, конечно, благодаря тому, что у меня профессия, профессия юриста, она мне позволяет сегодня участвовать во многих процессах, в том числе процессах, которые достаточно актуальны в нашем обществе, то есть именно вот в защите прав и интересов простых граждан, граждан, которые не имеют возможности обратиться к квалифицированным услугам адвоката. Помимо этого, мне приходится заниматься многими другими вопросами, у нас, согласно закону в Общественной Палате Российской Федерации, мы проводим ряд экспертиз, общественных экспертиз по законопроектам, которые проходят в Государственной Думе. Ну, в частности, я достаточно активно занимался законом и полицией, возглавлял рабочую группу в Общественной Палате. Он с 1 марта, как вы знаете, вступил уже в силу. Непростая была задача. И вообще, что касается правоохранительных органов, судебной системы, в целом у нас, вы сами знаете, мнение достаточно такое у граждан сложное. То есть я бы сказал, что какие бы решения сегодня не принимались с главой государства, правительством Российской Федерации, я считаю, что те решения, которые сегодня предлагаются, которые принимаются, они порой даже принимаются с неким опережением. То есть общество даже не может понять, оценить, взвесить это все. И порой бывают и скандалы, и бывают всякие трения на этой почве. Ну, вы знаете, наверное, что впервые в современной России, если говорить о законе о полиции, был создан в социальной сети законопроект 2010.ру, где была возможность у многих принять участие, высказать свое мнение. Могу сказать, что обращений было достаточно много. Другой вопрос, конструктивные, неконструктивные. Но, тем не менее, я считаю, что это уже хорошо, что есть такая возможность любому гражданину принимать участие в обсуждении тех или иных законопроекта. Что касается судебно-правовой системы, мы уже почти 20 лет находимся в реформах. Я свою позицию недавно высказал на страницах российской газеты. Я считаю, что мы не можем все время находиться в реформах. Когда-то дожить вообще, если мы будем все время в реформах находиться. Тоже есть свои соображения по этому поводу. И вот, в частности, если брать тему недоверия к правоохранительных органам, недоверия к судебной системе, это все, на самом деле, блокирует очень многие важные решения, которые принимаются политической властью нашей страны. А все это складывается достаточно понятно, каким образом. Если мы говорим о работе судов, то понятно, что никто не может вмешиваться в отправление правосудия. Но, с другой стороны, какие принимаются решения, почему такие решения принимаются, вот над этим мы можем работать. И я, в частности, предлагаю, стою на точке зрения, что да, мы не можем там вмешиваться в деятельность конкретного судья, но, в то же время, подумать о механизмах, которые бы влияли на устойчивость того или иного судьи, который принимает решения, устойчивость с точки зрения закона, с точки зрения морали, этики. Здесь, мне кажется, есть соответствующие механизмы, в том числе через те же квалификационные коллегии. Мы сейчас как раз этой темой занимаемся. Я дал поручение аппарату, чтобы мне проанализировали ситуацию в стране в части того, какие решения принимаются, когда речь идет о дисциплинарном проступке довольного судьи по жалобам граждан. Мы эту информацию сейчас аккумулируем и, скорее всего, будем выходить с предложением, чтобы все-таки, ну, по крайней мере, это моя позиция, чтобы квалификационные коллегии и судьи разделили на два состава. Состав, который будет заниматься непосредственно премиум-экзаменом на получение статуса судьи и состав, который будет заниматься только дисциплинарными проступками. Что касается квоты от общественности в квалификационных коллегиях, они сегодня существуют. Мы тоже с этим разбираемся и мы видим, что, конечно, по многим советам или тех, кто входит в квалификационные коллегии и судей, есть достаточно много вопросов. Нам, конечно, очень сегодня не хватает, если говорить о гражданском обществе, если говорить в целом о состоянии дела в нашей стране, конечно, у нас очень не хватает граждан, которые имели бы свою гражданскую позицию, имели бы свое мнение по тем или иным вопросам. И мне бы, конечно, очень хотелось, я уже с Егором, пока мы шли, мы обменялись мнением, что мне бы, конечно, очень хотелось как-то сотрудничать и с ассоциацией студентов, которые есть в МГИМО. Я достаточно много лет общаюсь и с руководством, и, как было сказано, и принимаю участие в обсуждении тех или иных диссертаций, поскольку сам являюсь доктором юридических наук по 11 специальности. И, конечно же, очень бы хотелось, особенно если адресовать вопросы к юристам, очень бы хотелось, чтобы, может быть, даже те темы, которые мы обсуждаем, а тем достаточно много комиссия проводит в последнее время, хотелось бы, чтобы в том числе и молодежь принимала активное участие. Комиссия проходит достаточно интересно. У нас, мы приглашаем и министров, у нас бывают министры, у нас бывают и заместители, у нас бывают представители судебной власти. И, конечно, вот, когда происходят тельные дискуссии, когда члены палаты задают тельные вопросы, это достаточно интересная живая работа. Но проводить комиссию ради комиссии тоже не хотелось бы. И вот те предложения, которые поступают, в том числе и от граждан, которые поступают от членов палаты, конечно, хотелось бы, чтобы эти предложения воплощались в реальную жизнь, то ли в виде закона, то ли в виде, там, не знаю, каких-то предложений в части работы тех или иных государственных, муниципальных органов власти. Могу долго рассказывать дальше, чем мы занимаемся. Может, мы все-таки, чтобы монолога не было, может быть, какие-то вопросы есть. Я готов на вопросы отвечать. Как лучше поступить? У меня вопрос следующий. Поскольку Вы принимали активное участие в создании, в разработке закона о полиции, то хотелось бы поинтересоваться, каково Ваше отношение к реформе вообще правоохранительных органов России? Как Вы считаете, закон о полиции, он решит все эти проблемы, которые накопились за те долгие годы? И в какие сроки? Ну, я должен сказать, что принятие закона о полиции – это не есть реформа правоохранительных органов. Это только один из этапов. И мы очень надеемся, вот у меня была встреча с министром внутренних дел на прошлой неделе, в пятницу, и в ходе обсуждения уже принятого закона о полиции и обсуждения той концепции, которая должна вот-вот появиться. Мы говорили о том, что самый важный этап следующий – это этап переаттестации сотрудников правоохранительных органов. И мы понимаем, что тема переаттестации, она очень важна. Если мы говорим о новых условиях работы, если мы говорим о социальных гарантиях, опять же, законопроект сейчас тоже уже подготовлен, и к концу года должен быть принят, поскольку с 2012 года у нас МВД переходит на финансирование из федерального центра. И сейчас финансирование идет из субъекта Российской Федерации, то, соответственно, с 2012 года финансирование будет непосредственно осуществляться из федерального центра. И вот на примере Татарстана мне рассказывали о том, что там вот проходит некая такая народная тестация, куда включаются непосредственно граждане. Ну и опять же критерии. Вот мы сегодня читаем достаточно много в интернете, в газетах о деятельности того или иного руководителя, правоохранительных органов. И мы видим, что сколько бы ни писали, все равно тот или иной руководитель продолжает занимать ту или иную должность. Во-первых, это связано с тем, что, к сожалению, я должен признать, что те же руководители правоохранительных органов, да и рядовые сотрудники, они не умеют себя защищать. Это тоже одна из проблем. Так уж складывается, что если происходят те или иные конфликты, гражданин может пойти в суд охотно, да, и защищать себя, и отстаивать свои права, это хорошо. Но с другой стороны, если сотрудник милиции в данном случае не имеет, то есть формально у него есть такая возможность, но это не делает. Я к чему это все говорю, потому что, когда мы обсуждали, по каким критериям должны будут принимать решения те же аттестационные комиссии, какой критерий должен быть? Жалобы граждан, публикации в средствах массовой информации или такой критерий, как критерий оценки деятельности правоохранительных органов, что, кстати, и приводит к тому, что большинство граждан не доверяют нашей уже сейчас полиции. Потому что вот эта палачная система, которая существует в правоохранительных органах, она как раз и дает этот результат. Несмотря на то, что Рашид Гумарович Нургалиев в январе этого года издал приказ, где основным показателем критерия оценки деятельности правоохранительных органов будет общественное мнение, но на практике общаясь, а мы иногда проводим проверки гласные, негласные, мы тоже общаемся, у нас есть волонтеры свои, мы тоже общаемся с гражданами, которые посещают отделение милиции, которые уже полиция, которые посещают те же судебные заседания, и мы видим, что, и даже на улице, когда меня встречает сотрудник милиции, говорит, когда же вы уберете палки. То есть речь о чем идет? Речь идет о том, что если там речь идет об административных правонарушениях, к примеру, то были указания для того, что там не меньше 15-20 протоколов сотрудник полиции должен принести за смену. Вы вдумайтесь, что это такое. А за каждым протоколом это судьба человека. Это страшные вещи. И пока мы это не сломаем, пока мы не уберем вот это вот чудовищное проявление, бесполезно говорить о каких-либо правах человека, о собственном достоинстве гражданина. Это все имеет очень пагубные последствия. И вот это самый главный вопрос. Есть еще второй немаловажный вопрос, это знание закона тех же сотрудников правоохранительных органов. Мы анализировали ситуацию, и я сам сталкивался на практике, когда ты начинаешь спрашивать фамилию, имя, отчество у сотрудника, который остановил, подошел на улице, когда ты начинаешь спрашивать знание его административного регламента, когда ты начинаешь с ним разговаривать нормально, достойно, он начинает злиться, и отсюда все остальные последствия. А я все время проводил такой эксперимент, я сам являюсь заведующим в кафедре адвокатурной нотариата Московской государственной юридической академии, и я среди студентов проводил такой эксперимент. Я спрашивал, допустим, сколько там раз остановили на улице, кого доставляли в отделение милиции. Я могу сказать, что среди молодежи сейчас уже меньше. А вот раньше был достаточно высокий процент, когда доставляли в отделение милиции, только лишь потому, что нет паспорта, например. Ну, о чем мы тогда говорим, о каких правах человека можно говорить? Конечно, в последнее время меняется все к лучшему. Конечно, тех безобразий, я, правда, не знаю, я редко бываю на улице в силу занятости своей. Но я тоже общаюсь с молодежью. Сейчас, конечно, меньше, сейчас нет того, что было раньше. Там, допустим, сотрудник, допустим, ППС мог там просто остановить, хотя он никакого отношения, или, допустим, служба там сотрудники из, там, я не знаю, охраны какой-то, которая должна охранять квартиру. Они просто остановили на улице людей, проверяли документы, либо получали деньги, либо доставляли в отделение милиции. Поэтому, конечно, все меняется к лучшему, но меняется достаточно сложно, потому что, вот, когда мы готовили законопроект у полиции, мы заложили в этот законопроект такую формулу, как партнерские отношения. Нас, конечно, долго очень критиковали за это. Что значит партнерские отношения полиции и гражданин? А вот что значит? Это значит то, что сотрудник правоохранительных органов не имеет права грубо разговаривать, он не имеет права повышать голос, он должен вежливо общаться с гражданами или с гражданином. А когда мы видим сегодня, когда ты, я уже говорил о том, начинаешь там выяснять, или там ты показываешь, что ты не хочешь, чтобы тебя унижали, оскорбляли, тогда мы получаем другую реакцию. Вот это, от этого надо, конечно, избавляться. Это сложно, но, по крайней мере, вот сегодня разбираясь даже в ситуации, по одному из дел, когда мне сказали о том, что проводился обыск в одном из субъектов Российской Федерации, и когда приехала оперативная группа, они же приезжают на обыск внезапно абсолютно, и что они сняли обувь, вежливо очень, открыли там несколько шкафов, посмотрели компьютер, прошли вежливо, пообщались с хозяем, потом его уже задержали дальше, с семьей извинились и ушли. Мне даже не верится, что такое может быть, но это вот факты, которые мне рассказывают граждане. Это уже хорошо. Это пусть даже там не важно, что бы ни происходило, но если они понимают, что вот они пришли в чужое жилье, они снимают обувь, что они вежливо разговаривают, это уже хорошо. Другой вопрос, что, конечно, дальше уже надо смотреть, как они ведут себя по уголовным делам. Это одно из очередных заказных дел, когда делится имущество, когда есть оппоненты, которые хотят забрать имущество. Я не буду называть фирму, такое дело достаточно, я думаю, будет со временем громкое. Но вопрос в другом. Но дальше, что мы смотрим. Наш президент, вы знаете, в декабре месяце, я тоже над этим работал, с предложением нашего президента были внесены соответственно изменения поправки в уголовно-профессиональный кодекс в части касательно экономических преступлений, чтобы по экономическим преступлениям не брать человека под стражу. Речь идет о том, что пока нет приговора, человек не признан виновным, на этот период, пока идет следствие, не брать под стражу. Что мы обнаружим? Опять же, по этому же делу, следователь, который представляет ходатайство в суд об избрании мировоприятия в виде содержания под стражу, вменяет 159-ю часть 4-ю мошенничество. И, кстати, это очень плохая практика пошла. Вот как только внесли поправки в 108-ю по экономическому, сразу пошел поток у нас по 159-м статьям, 159-е мошенничество. То есть такая шаблонная статья, да, ты предприниматель, но пойдешь по 159-й, чтобы тебя взяли под стражу. Ну, это просто, извините, идиотизм полный. И что мы видим? Когда мне представили материалы, я стал смотреть, читаю рапорт следователя, что там двух человек арестовали, женщину и мужчину, генерального директора и бухгалтера. Что в связи с тем, что такие-то, такие-то не занимаются предпринимательской деятельностью, поэтому им можно применить 159-ю, избрать мировоприятие в виде содержания под стражу. Ну, полный, простите, маразм. Начинаем разбираться. Трудовой договор есть на главного бухгалтера, объекты, которые они там строили, что они делали, безусловно, есть. На генерального директора есть протокол общего собрания, стопроцентная предпринимательская деятельность. Но следователь берет на себя такую ответственность, пишет и свою подпись ставит. Ну, вот за это, я считаю, надо привлекать к уголовной ответственности. Мы сейчас будем с этим разбираться. А сколько таких случаев? Это то, что попало в мое распоряжение. А таких случаев, когда мы недавно с комиссией проверяли следственные изоляторы Москвы, я, конечно, все понимаю, но я в ужасе от того, как работает московская судебная система. Когда я зашел, а мы выборочно выбирали камеры, ну, чтобы все-таки как-то не получилось так, что, допустим, руководство изолятора говорит, вот эта камера. Мы выборочно. Я зашел в одну из камер. И там находился человек, у которого было сделано 8 операций на сердце. И та же самая картина, 159-я. Но вдумайтесь, 8 операций на сердце, есть медицинские документы, и все равно суд берет под стражу. Но кто должен отвечать за это? Ну, вот как в этой ситуации поступить? Да, мы не можем вмешиваться, да, в отправление правосудия, но, с другой стороны, таких жалоб очень много. И получается, что? Мы задаем всегда вопрос, что это, коррупция, административные какие-то воздействия, телефонный прав, что это? Потому что, если так будет дальше продолжаться, то будет тупик. Я когда встречался с президентом, мы встречались в январе или в феврале месяце, я президенту ставил эти вопросы, и президент тоже отвечал, что, конечно же, очень много вопросов к судебной системе. И действительно так и получается, что мы смотрим статистику, у нас проще арестовать милиционера, посадить в тюрьму за вымогательство, или там за взятку, проще посадить прокурора. А что касается неправосудных решений, у нас даже, по-моему, 306-я статья Уголовного кодекса, вообще нету никакой статистики. Тогда давайте мы изымем эту статью из Уголовного кодекса и не будем смешить всех. То есть, и таких вопросов очень много. Роль адвоката, конечно же, роль адвоката, она, безусловно, велика. И по многим вопросам от позиции адвоката очень многое зависит. Но при этом надо обладать, извините, мужеством, иметь гражданскую позицию, не бояться этого. Я когда занимался там в 90-х годах, я в 93-м году пришел к коллеге адвокату, когда я занимался такими, знаете, непростыми громкими делами, что только не происходило, и нападение было на меня, все делали. Но я всегда говорил о том, что меня можно уничтожить как биологическое существо, но нельзя уничтожить гражданскую позицию. Позицию мою. Неважно, прав я, неправ, но это позиция. Позиция человека, который считает, что должно быть вот так. А у нас, к сожалению, в последнее время многие, даже те же адвокаты, вот мы недавно разбирались, значит, для прокурора есть комната в суде? Адвокаты раньше тоже имели комнаты, где мог гражданин прийти, там посоветоваться. Адвоката выгнали оттуда, оставили только прокурора. Прокурор может спокойно заходить в суде, обсуждать позиции, адвокат сидит за дверью. Пародия, это пародия. Это, конечно, есть проблемы и в прокуратуре есть проблемы, и у адвокатуры есть разные люди, но тем не менее, что мы создаем? Какой у нас приоритет? У нас приоритет палочной системы, где у нас руководитель того или иного правоохранительного органа, либо судебного органа, должен по результатам работы за квартал, либо за год, должен, извините, изобиловать свои речи цифрами большими? Так у нас и так тюремное население переполнено, страна наша. Что мы хотим? Мы что хотим, чтобы мы совсем уничтожили нацию? А к этому все идет. Потому что, когда нам говорят о том, что, и, кстати, уголовный кодекс об этом свидетельствует, что уголовное наказание, это должен быть процесс перевоспитания. Какой процесс перевоспитания? Когда берут мальчишек 17-летних за мобильный телефон, у нас переполненные средства изоляторы Москвы, сидят там они по 5-6 месяцев и никто к ним не ходит. Вот это чудовищно, это страшно. Мы хотим этого? Или когда у нас даются распоряжения о том, что обязательно там должна быть избрана мероприятие в виде соезжения под стражей? Потому что, в противном случае, если судья не избрал мероприятие, в виде соезжения под стражей, не дай бог выпустил человека, значит он взял взятку. Это тупик. Это тупик. Надо в каждом конкретном случае разбираться. Конечно, есть коррупция в судах, есть в правоохранительных органах, безусловно, есть. А что тогда делать маленькому, простите, человеку, который, в хавычках, который не имеет ресурса, не имеет денег, куда ему идти, что ему делать? Это хорошо, вот сейчас по субъекту вышли там на комиссию, вышли на меня, и мы как-то сейчас будем заниматься. А что делать десятким, сотням, тысячам людям, которые ничего не могут и не могут противостоять? Я могу вам десятки, сотни примеров приводить из жалоб, которые поступают в комиссию общественной палаты, палаты по безобразиям, которые творятся в правоохранительных судебных органах. И человек ничего не может сделать. А какие решения пишутся иногда? Пишут ведь решения юристы. И поверьте, профессиональному юристу, адвокату, несложно, прочитав или ознакомившись с материалом дела, несложно понять, что здесь происходит. Несложно, если человек честный, если он порядочный, несложно, но он не может ничего сделать, потому что он как рыба в лед. У меня было одно дело в прошлом году. Я стараюсь сейчас не вести никакие дела в судах. У меня есть коллега адвоката, так и называются, к членам партнеры. Я стараюсь не вести дела, хотя очень скучаю, потому что раньше я все-таки ввел процессы достаточно такие интересные. Не веду, потому что есть еще этические соображения, поскольку я еще председатель комиссии, чтобы меня не обвинили в том, что я использую какое-то свое положение или свой статус. Стараюсь не вести эти дела. Но тем не менее, какие-то сложные дела, дела, связанные с простыми людьми, я все равно беру и веду. Но это больше на общественных начала. И тоже поехал, там взял одно дело, парня студента 19-летнего арестовали, посмотрел по документам, посмотрел, как его заставляли писать протокол, чтобы он сознался. А он не был задержан, там статья, 126-я, это, не, 127-е, лишение свободы гражданина. Он не был задержан, но на него указали. И когда его задержали, привезли в отделение милиции, как он мне потом рассказывал, всю ночь там, то в один кабинет, то перекрестные какие-то допросы. В итоге его заставили подписать, что он там тоже принимал участие. Хотя почувствовал, его там не было на месте. Стали разбираться, стал смотреть документы. Подтверждений практически нет никаких. Я уже сам пошел там, уже в конституционную инстанцию, все, что непосредственно, вот все нарушения, которые были, я это все рассказал, и в итоге конституционная инстанция там отменила решение, опять же, не выпустила, отправила на новое рассмотрение. И дальше уже тогда под поручительство очень известных людей, этого студента, молодого парня, 90-летнего, под поручительство освободили на стадии предварительного расследования. Но, понимаете, ну хорошо, но я там за кого-то поручился, я там что-то, ну а с остальным как быть? Поэтому вот эта система, это вот страшные вещи. Поэтому, если мы говорим о реформировании, то мы прежде всего должны понимать, где у нас есть проблемные места. Но нам говорят, вот законы плохие, не те законы. Вы знаете, можно где-то согласиться в части там, если говорить о многочисленных поправках, которые вот в последнее время, в последние годы, я бы сказал, принимаются в части Уголовного кодекса, в части Уголовно-профессионального кодекса, гражданского, там действительно много поправок. Профессиональные юристы в этом разобраться порой не могут. Но в то же время проблема-то идет не потому, что законы плохие, а потому что правоприменительные такие. Потому что пока человек, который работает в правоохранительных органах, в судебной системе, не поймет, что именно он должен принимать решения по совести и по закону, мы ничего не сможем разрешить. А вот какой контроль за ними общественный должен быть, вот над этим нужно работать. Чем мы занимаемся сегодня? Я долго очень отвечаю на ваши вопросы. Интересно. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Вы много говорите о защите прав человека, в частности о правоохранительных органах. Я хотел бы вас спросить ваше мнение о том, что мы должны делать, чтобы убороть огромный правовой и моральный негризм в отношении прав человека, который осуществляется со стороны государственной администрации, в частности руководителей субъектов, федераций, органов государственной власти, а также муниципалитетов. И спрашиваю этот вопрос, потому что мою семью конкретно касается этой темы. Что должно делать государство и граждане, социальные граждане, такие как мы, чтобы бороться с этим и чем? Ну, этот вопрос часто задают. Вот на самом деле, вот что-то происходит. Можете ли вы, как гражданин, просто подойти и вмешаться в ситуацию? Возможно, нет. Возможно, нет. А я могу сказать так, что если я еду и вижу что-то, о таких ситуациях у меня много по городу бывает, и я вижу, что кто-то обижает, неважно, какого цвета кожи человека, обычно таджика, узбеку, когда выходит, просто едет в милицейской машине, выходят там парни такие бравые, да, и этих ребят начинают там мучить, там документы и все прочее. Я понимаю все, но я иногда сам выхожу из машины и мне просто очень интересно, почему это происходит. И у меня был случай, когда возвращались, поздно вечером было, я был в одном из ресторанов в Москве и в окно увидел эту ситуацию. Я вышел на улицу, просто мне было интересно, потому что я вижу, минуты 3-4-5 там где-то происходит, я не слышу, что там происходит, потом смотрю, их пытаются затащить машину. Я вышел, стал выяснять, нет документов, что там не стали говорить. Я поехал сам в отделение милиции и сам вот разговаривал с дежурными, говорю, это что такое вообще? И мне потом дежурный вышел и шепотом, полушепотом, а у нас такие указания. Ну хорошо, мы говорим бороться с бандитизмом, с терроризмом, но давайте мы оставим простого человека в покое, да не важно простой он, богатый он, он не имеет значения, но давайте мы будем настаивать, чтобы все-таки отношения-то было другое, вполне возможно. Знаете, что они обычно говорят? У нас есть ориентировка. Вот человек, если начинает, спрашивает, а что вы меня остановили? У нас есть телефонограмма, вы очень похожи на этого человека. Ну хорошо, простите, а как дать по рукам тогда вот таким вот горе-специалистам из правоохранительных органов? Как? Значит, соответственно, здесь мы с чего можем начать? есть руководитель правоохранительного органа, начальник отделения там полиции, я не знаю, начальник ГУВД, а почему мы с них не спросим? Я когда представлял законопроект в Государственной Думе, я выступал, там был министр внутренних дел, я выступал по части того, что почему сегодня у нас руководитель органов внутренних дел, неважно, там, в районе каком-то, там, в городе, почему он не встречается с гражданами? Он что, боится их, что ли? Почему не встречается? Пусть встретится там хотя бы раз в месяц, хотя бы раз в квартал, и пусть он поговорит с людьми, и пусть люди ему расскажут, что происходит, как работает участковый, как работают другие вот сотрудники младшего состава, которые патрулеют, там, занимаются охраной общественного порядка, почему-то боятся. Но я надеюсь, что это произойдет, потому что вот я в пятницу встречался с министром, я ему в частности сказал, Рашид Гумарович, знание закона, то есть обязательно это должно быть условием переаттестации закона полиции и административные регламенты. И, соответственно, я уже сказал, что я в доме выступал, и я предложил такую модель, что обязательно нужно смотреть, как часто встречается руководитель правоохранительных органов с населением, и второй вопрос, вот завершая ответ, я считаю, что там, где, а у нас есть этот анализ, там, где руководитель правоохранительного органа добросовестно и честно относится к исполнению своих обязанностей в части поведения личного состава, в части проведения так называемых разводов, имеется в виду, когда они выходят на службу, проводят инструктажи. Вот если там четкие, жесткие условия и жестко руководитель говорит о том, что не дай бог там плохое слово, не дай бог там обидите кого-то, не дай бог там это, значит, там порядок и там люди как бы нормально относятся. Там, где отпущено вот так вот и сориентированы они только, простите, на палки, то есть обязательно там столько-то протоколов, там, конечно, беда. Потому что что такое добыть, извините, лишний протокол административного правонарушения? Это проще простого. Там можно, извините, любую там, я не знаю, создать фабулу и ситуацию, что никуда ты не денешься. Я понимаю хулиганы, я понимаю там драки, я понимаю там никаких вопросов нет. Но когда это массово происходит, это уже проблема и это вот создает ту атмосферу в обществе, которую мы имеем сегодня. Поэтому здесь надо думать. Я готов с юридическим сообществом найти какую-то форму взаимоотношения, в том числе и с молодыми людьми, которые учатся на юридических факультетах. Потому что тема интересная. И есть разные темы, в том числе я говорил о том, что мы занимаемся и так называемой общественной экспертизой, где тоже можно было поучаствовать. Потому что тоже интересная очень работа. Либо когда мы там выезжаем с какими-то проверками, вот те же изоляторы, я вам говорил. Мы тоже можем брать не много людей, допустим, а несколько там студентов, брать с собой, чтобы реально было видно, как это работает. Как это происходит? Вот давайте девушке, а потом... Григорьевич, можно Анатолий просто? Мой вопрос также продолжает тему реформы правоохранительной формы. К сожалению, сегодня очень часто на этапе предварительного разбирательства можно встретить ситуацию сговора адвоката и представителей обвинений. Мы никому не раз в своей практике столкнулись с этим. Скажите, пожалуйста, как этому можно противостоять? Предпринимаются ли какие-то конкретные меры, как со стороны общественной баллады, так и со стороны других полномочий и государственных сферктов, чтобы преодолеть это? Ну, конечно, такие ситуации, безусловно, имеют место. Как я обычно говорю, это такие латентные ситуации, где нет доступа. Где-то они в кабинетах могут договариваться о чем-то. Ну, о чем вы говорите? Я был одним из противников, кстати, писал на эту тему, тоже, по-моему, в российской газете была статья. Вы знаете, что были внесены изменения в законодательство в части того, что у нас сделка с правосудием сегодня может совершаться. То есть, то, о чем я вам в самом начале говорил, то есть, принимаются решения, на мой взгляд, важные, актуальные, но я считаю, что то, что сегодня внесена эта поправка в закон сделка с правосудием, я считаю, что это серьезная ошибка с точки зрения того, что такое сделка с правосудием. То есть, если это заказное дело, то взять фигуранта, участников этого процесса, которые выгодны для сторонников, данные обвинения или вложить в уста, либо сделать так, чтобы были даны показания, которые нужны, там, допустим, мотивируют тем, что если ты скажешь, что ты получишь там не полный срок, а две трети, ну мы знаем, как это работает, это страшная вещь, мы еще, мы еще, как бы, мы еще не созрели до этого, у нас еще не тот менталитет, в Америке, да, это работает, там, в других демократических государствах, но мы еще, с учетом того, как работает правоохранительная система, с учетом палочной системы, вот мы имеем соответствующий результат, что касается адвокат-прокурор, адвокат-судья, судья-прокурор, вы знаете, тема, на самом деле, важная и актуальная, но она, в основном, как бы, латентная, то есть, или там, адвокат, суд присяжных, да, то есть, это все, безусловно, такие сведения у нас тоже есть, в каждом конкретном случае, надо разбираться, но, вы понимаете, опять же, мы возвращаемся с вами к правоприменению, если человек, который пришел работать, неважно куда, правоохранительный орган, судебную систему, адвокатуру, там, прокуратуру, если он пришел работать и он замотивирован на улучшение, как бы, своего благосостояния, то это одна ситуация, а если он пришел работать для того, чтобы служить, то это другая ситуация, все именно от этого и происходит, и, что бы мы ни говорили, какие мы бы с вами не ставили заслоны в этой части, бесполезно что-либо сделать, потому что, если это происходит, то это происходит между двумя людьми, так же и коррупция у нас происходит, хотя у нас говорят, что там, вот мы разбирались, потому что я сам вхожу в совет по противодействию коррупции при президенте, вот мы разбирались, я в частности разбирался вопросом, кого же все-таки сажают за коррупцию, я, честно говоря, в ужасе просто, сажают, знаете, кого, учителей, врачей, инспекторов ГИБДД, о чем мы говорим тогда, это не значит, что должны сажать, извините, министров, но по крайней мере, ну это уже, вот статистика, я ее очень не люблю, я вообще не люблю эти цифры, ну, по крайней мере, когда ты смотришь, или, например, мы изучали ситуацию перед тем, как внести изменения в 108 статью Уголовного процессуального кодекса, и я заинтересовался вопросом, а сколько же людей сажают у нас за экономические преступления, и я в ужас пришел, вот я изучал ситуацию 2008-2009 год, я посмотрел цифру, вот 2008, к примеру, 1500, было возбуждено уголовное дело и привлечено к ответственности уголовного, 1500, 2009 году, 1510, это что за план такой вообще, это как так может быть, это как так вообще, вот не вкладывается в голове, как так может быть, а почему не 600, а почему не 3000, и вот посмотрите, как это все подгоняется, это же видно, это на поверхности, это же все эти данные есть, по мере пресечения, вот я был в свое время противником того, чтобы прокуратура генеральная, ну вообще прокуратура принимала решение о мере пресечения, я был переди всех и говорил о том, что надо отдать в суду, я сегодня изменил свою позицию, публично я уже говорил не один раз, что прокуратура, там прокурор мог вызвать к себе оперуполномочного, там еще кого-то, мог как-то вот как-то рассмотреть это все, не дать там санкцию на арест, сегодня же вот поток идет и идет, я вам приводил примеры, там с какими заболеваниями, там берут людей по стражу и сажают их за решетку, еще нет приговора, а сажают их за решетку, потому что так удобно работать, так удобно работать, потому что что такое сидеть за решеткой, у меня было одно из дел, я одного банкира защищал в свое время, очень известный банкир был, и такое дело было очень громкое, и вот его арестовали, тогда прокурор давал санкцию еще, да, тогда, по-моему, да, прокурор давал санкцию, его арестовали, значит, посадили его в матросскую тишину, значит, я к нему пришел, по-моему, на второй день, и он мне говорит, мне надо срочно принести пять тысяч дойчмарок, я говорю, что случилось, почему именно дойчмарки, а не там, не доллары, он говорит, нет, там сидит такой вообще в камере, там, вот, сказал, что если я не принесу, там, через адвоката, то все, там, ночью устроят мне там темную, то есть, понятно, что в камере сидит не один, сидят люди, разные, агенты, там, и все прочее, это психологически, вот когда человек оказывается в психотравмирующей ситуации, да он, извините, бывает случай, когда он подпишет все то, что он даже и не делал, а еще и обманывает, говорит, ты подпиши вот это, и мы тебя завтра выпустим, он подписал, он продолжает дальше сидеть, а что такое подписать, это подписать того, что ты виноват, неважно, ты протокол там один подписал, или два протокола, и вот это вот беда в России, понимаете, это страшная беда, потому что если вот это не остановить, можно говорить о чем угодно, и будут приниматься идеальные золотые законы, но если мы вот здесь вот эту гидру не вытащим, не сломаем, бесполезно, поверьте мне, за много лет работы, уж разные дела были у меня, я еще раз могу несколько раз, сколько надо повторить, что самая большая проблема, это право применения, я с бывшими студентами, я с 2001 года заведующий кафедрой, я иногда общаюсь с своим бывшим студентом, которые стали судьями, прокурорами, адвокатами, и они говорят мне о том, что то, чего вы нас учили, да, это хорошо, это теория, но в жизни-то совершенно по-другому, когда приходит молодой человек работать следователем, все, он сразу должен вписаться в коллектив, в климат, который существует вот в этом заведении, и я, конечно, всегда в ужасе от того, что когда мне следователь говорит, я не могу, я должен пойти посоветоваться, а зачем мы тогда по УПК пишем, зачем? Я занимался делом Газаева, вот помните, наверное, было такое дело, когда группа молодых людей на даче стреляли в бутылочки, и был убит человек, ну, дело такое, ну, стреляло три человека, ну, вот как можно определить, кто выстрелил? Нереально, просто нереально, ни одна экспертиза это не подтвердит, кто выстрелил? По очереди передавали ружье, человек был убит там на соседнем участке, и что там только не происходило, следователь с нами общается, потом смотрю, раз, убежал куда-то, и куда вы бегаете все время? Советоваться? Я говорю, перестаньте, что это такое вообще? Понимаете, а это вот, а это беда, ну, потому что, ну, если так будет, извините, если у нас начальник будет над судьей, тогда у нас получается, что судья должен быть солдатом, полицейский должен быть солдатом, а мы кто? А мы пехота, получается. Извините, может, эмоционально, но как говорю, так и думаю. Пожалуйста, девушка, дайте еще девушке, а потом вам. Можете сидеть, тоже. Да, я просто... Ну, пожалуйста. Меня зовут Марина Англиетова. Я хотела задать два вопроса. Во-первых, немного такой неформальный вопрос. Я бы хотела узнать, насколько профессия адвоката подходит девушке, то есть условия достаточно сложные, не всегда расстегается справедливность. Я хотела бы узнать, насколько, так скажем, суровые условия работают. И второй вопрос по поводу вашего предложения задействовать студентов в проведении проверок. Насколько это предложение реальное, и как можно было... Ну, я реальный человек перед вами же. Просто надо... Самый важный технический вопрос. Вопрос связан с тем, что у меня катастрофически не хватает времени. Это правда. То есть я уезжаю с работы в 12, в час ночи, иногда, может быть, пораньше. Вопрос координации. То есть у меня есть аппарат, у меня есть помощники, у меня их достаточно много. Мне надо, чтобы кто-то из ваших студентов, кто-то там представителей ассоциаций, чтобы кто-то с ними координировал. И мы даем то, что у нас планируется в работе комиссии, или там какие-то выездные. И, пожалуйста, нам нужно просто будет говорить, кто будет приходить, и мы готовы дальше работать вместе. Потому что я просто скажу, что Общественная палата, это не 126 человек, которые там, если в двух словах рассказать, как формируется Общественная палата. Значит, Общественная палата формируется 42 человека, квота президента, он известным людям предлагает войти в Общественную палату. 42 человека от общероссийских общественных объединений, и 42 человека от межрегиональных и региональных общественных объединений. Вот таким образом 126 человек, там есть определенные этапы. Но я еще раз подчеркиваю, что мы в данном случае, мы всегда приглашаем правозащитников, экспертов по тем или иным областям, кто в чем специализируется. И мы, когда проводим совещание, мы как раз вместе вырабатываем, допустим, те же предложения по гуманизации того же уголовного законодательства. Вот мы активно очень занимались, и вы знаете, что сейчас поправки были внесены, в том числе, чтобы убрать нижний предел по 163, по-моему, составам преступлений. Это вот все. И потом, когда мы это все вырабатываем, мы тогда пишем рекомендации президенту Российской Федерации, правительству, Государственной Думы, Совет Федерации и соответствующие министерства и ведомства. Это очень интересная работа. Но, по крайней мере, у человека есть возможность высказать мнение, особенно, когда речь идет о существенных поправках в законодательство. Ну и со временем быть в том числе и, может быть, и публичным человеком. И этого бояться не надо, потому что это отдельная как бы школа, как я стал публичным. Я это позже вам скажу. Что касается, трудно ли быть девушке адвокатом. Я могу вам сказать, что в моем коллективе есть адвокаты, девушки, которые ведут и уголовные дела, и ведут гражданские, семейные дела. Я могу сказать, что это в первую очередь зависит от самого человека. У меня в свое время тоже было много соблазнов, знаете, пойти, например, судьей стать или стать прокурором. Почему-то у нас, вот у меня работает девушка-секретарь, она еще учится, студентка, и она вот, вот какие-то мероприятия, что происходит, я спрашиваю, ну кем ты там хочешь быть? Она говорит, прокурором. А работает в коллеге адвокатов. Я говорю, почему? Ну потому что там проще. Там проще. Там и что, сидишь там, допустим, если ты присоединил гособвинение, пошел в суд там и там зачитал там несколько строчек там, да, поддержал гособвинение и все как бы. Профессия адвоката, она непростая, но она интересная, она увлекательная. Это, опять же, это внутреннее состояние человека. Как он сам, кем он себя видит? Он видит себя защитником прав человека, защитником людей, граждан. Не знаю, не знаю, то тогда все будет нормально. Но у меня так складывалась судьба, что я всегда был, знаете, такой шебутной в том смысле, что я всегда не мог пройти мимо. Если что-то происходит, я должен вмешаться. Если кто-то кого-то обижает, я должен встать между ними. Может, это, знаете, иногда процессы, которые происходят в нашей голове, иногда трудно же понять, почему. Я сам родился в Молдавии, у меня в семье не было юристов, то есть династии нет как таковой. Но, тем не менее, мне это увлекло, и когда я служил в армии, я стал интересоваться книжками, хотя, уверяю вас, я и не думал стать адвокатом. В 93-м, до 93-го работал юрист-консультом, старшим юрист-консультом, начальником юроотдела, где-то 8 лет. И после этого только принял решение пойти в коллегию. Создал экзамен и стал адвокатом. Стали обращаться люди. Все. Никогда не думал, что я стану известным, там, простите, ни связи, ничего не было абсолютно. То, что наша профессия, она на виду всегда. Если ты честно, добросовестно, качественно оказываешь услугу юридическую, то к тебе пойдут. Если где-то ты, знаете так, позвоните завтра, или когда к вам пришел человек, а вы ему говорите, а, слушай, сколько у тебя денег? Все. Можно тогда ставить, простите, крест на профессии адвоката. Потому что деньги будут, само собой, и я высокоплачиваемый адвокат, но они будут только тогда, когда человек увидит в вас вот именно того человека, который, может, где-то чувство сострадания, переживания, а без этого нельзя, иначе ничего не получится. Вот я приведу дело той же Тамары Павловны Рохлиной. Сложнейшая ситуация. Вы даже себе не представляете. Психически больной человек, шизофрения. Убит муж, и она сидит в тюрьме. Мальчик, тяжелая форма шизофрении. Ужасная ситуация. И когда она ко мне пришла уже на стадии судебного, уже дело в суд поступило, и она мне очень просила взять это дело, я его бесплатно вел, потому что откуда там деньги? Генерал Рохлин, он был в политике, там Николана Двора не было. И она эмоционально настолько тяжелая, вы даже себе не представляете, когда она приходила с мальчиком, мальчик все время ножи. У него, он вырезал что-то из, брал лист бумаги и вырезал всяких зверюшек. И у меня мои помощники просто боялись подходить, потому что мало что там. А каково ей, когда она с ним один на один оставалась, она мне рассказала, когда он берет пепельницу на столе и просто, ну просто так берет и в голову ей швыряет. И ситуация, ну на самом деле психологического числа, но сколько, года полтора я этим занимался. Значит, суд первой инстанции дает ей 8 лет лишения свободы. Вот представьте, на моих глазах берут ее под стражу, потому что она была на свободе. Она сидела на стадии следствия, потом ее выпустили, поскольку срок уже истек там. В суде берут ее 8 лет. Дальше я обжалую, областной суд снижает до 4 лет лишения свободы. Дальше я обращаюсь в Верховный суд. Верховный суд отменяет приговор, освобождает ее из под стражей. Дальше я иду в Страсбургскую игру, в Страсбургском суде 8 тысяч евро из казны нашего государства ей выплатили. Дальше мы возвращаемся опять в суд первой инстанции и 4 года условно за убийство. Пародия просто. Ну вот вдумайтесь, что это такое? Ну как так может быть? Либо есть состав преступления за убийство, значит нужно соответственно наказывать, либо его нет. И конечно поэтому нас и критикуют, то, что у нас настолько безответственно мы относимся, да, и те же судьи, никто же не думает. Никто не думает о том, что... Вот вдумайтесь, если я вам приведу такой пример, ну уж поскольку мы на эту тему заговорили. Я знакомился с материалами дела, и там был вопрос в том, мог кто-то проникнуть в дом Рохлина ночью или нет. Там был забор, двери закрывались, и собака была на территории. Но если собака есть, наверное, уже все-таки кому-то опасно там через забор прыгать и идти убивать там человека. И что придумал следователь? Следователь решил провести эксперимент, следственный эксперимент. И это записал на видео. И я, мы в суде, когда рассматривали это видео, которое нам было представлено, в протоколе было написано, мы читаем сначала протокол, потом смотрим видео вместе, там все участники процесса. Протокол написан в связи с тем, что собака занимала агрессивно-оборонительную позицию, так дословно цитирую, никто на территорию участка не мог пройти. Смотрим видео, значит, что происходит. Смотрим, значит, в калитку, там забор такой железный, решетки. В калитку входит несколько человек. Сам следователь входит, одевает на себя фуфайку вот так вот. И пытается, а собака на территории, и пытается напугать эту собаку. Собака так смотрит на него, потянулась на двух передних лапах, пошла гулять по участку. Вообще не звука. Дальше смотрим. Женщина, по-моему, кинолог, или кто, она там в белом халате, подходит к собаке, первый раз собака ее видит, и пытается угостить там что-то хлеб или что-то, или колбасу. Собака так съела, поверяла хвостом и пошла гулять по участку. О протоколе мы читаем, что она занимала агрессивно-оборонительную позицию. Но вы вдумайтесь, каким циником надо быть, чтобы такие вещи вообще... Я вам вот приводил протокол, чтобы взять по стражу, что они не являются предпринимателем. Никакой ответственности не несет никто. Ну подождите, ну если ты пишешь, что они не являются предпринимателем, у тебя в распоряжении есть трудовой договор, у тебя есть протокол собрания, это и есть предпринимательская деятельность, есть, в конце концов, работа. Если следователь берет на себя это, вы вдумайтесь, какие силы должны на него давить. Вообще бессовестно, вообще ничего не боится. Так и здесь. И у нас свидетелями там были, знаете кто? Следователи, которые вели дело. Свидетелями убийства. Я, к сожалению, не взял вот эту книжечку, я вам привез там несколько книг, но вот Рохлина не взял, она маленькая именно по этому делу. Или там, допустим, те же охранники. Когда следственная бригада приехала, у них обнаружили пистолеты, потому что у Рохлина были пистолеты, и, соответственно, обнаружили это у одного из охранников, у Прискачева. Охранника допрашивают 13 раз. Первый раз он дает показания, что ничего не видел, он не слышал. Второй раз тоже, пятый раз тоже. Дальше идет восходящая вот такая вот. Значит, да, я слышал, что Тамара Павловна угрожала Рохлину убийством, что она его убьет. Да мало что в семье происходит, кто о чем говорит. И дальше, дальше, дальше пошло. Дальше мы начинаем задавать ему вопрос на суде. Где он находился в такое-то время? Он говорит, я сидел в машине Нива, там гараж есть был такой на первом этаже, и там машина была. Сидел в машине Нива с закрытыми окнами и слушал музыку. В это время, когда убивали Рохлина. Ну, вдумайтесь, что это такое вообще? Ну, уже совершенно очевидно, что врет просто. На улице, это был 3 июля, на улице лето. Музыку, я не помню, какая там музыка. А дальше, что мы читаем уже в процессуальных документах? Следователь пишет, тоже ценим в высшей степени. Поскольку пистолет нашли, дело надо возбуждать. Пистолеты нашли при охраннике, а он не имел разрешения на эти пистолеты. Мы читаем постановление следователя. В связи с тем, что Прискачев являлся носильщиком, вот думайте, носильщиком пистолета и орудий, и боеприпасов к нему, то его нельзя привлечь к ответственности. Да как так может быть? 218 формальный состав преступления по УК РСФСР еще. И вот никто не отвечает ни за что. Вот это самые страшные вещи. Пока мы не дойдем до того, чтобы конкретный человек, следователь, судья, прокурор, не будет нести персональную ответственность за то, что он делает, мы ничего не изменим. Ничего. Мы будем эмоционально возмущаться, будем выходить на митинги. Ничего не сделаем. Вот это вот самая большая проблема. Извините, я немножко ушел, поскольку... Так, пожалуйста, тут молодой человек хотел. Калашников Максим, совет послуживок у него. Катер Григорьевич, я профессионально занимаюсь имуществом, и в связи с этим как бы есть негативный фактор, и много приходится сталкиваться с экономическими преступлениями и непосредственно на работе. Вы не могли бы конкретный вопрос по телу послужительной фирмы, вы сейчас говорите, подробнее рассказать, когда можно брать под стражу, когда нельзя, то есть когда связано с предпринимательской деятельностью, когда не связано. Потому что вы говорите, что там были вставы, приказы, директора, бухгалтера, они работали, то есть здесь их нельзя брать под стражу. То есть там была реально какая-то предпринимательская деятельность, они что-то строили и в процессе этого совершили преступление. Либо это была такая новая деятельность, то есть там были документы, там были фиктивные фирмы. Нет, никакой фиктивной фирмы не было, был взят кредит, большой кредит, очень большой кредит, значит, соответственно, Кредит выплачивался, потом они на два месяца просрочили выплату этого кредита, и потом вдруг появилась тема, что эти люди украли деньги из этого кредита, полный маразм. Есть договор кредитный, соответственно, две стороны. Если ты не вовремя выплатил кредит или просрочил те же проценты, есть обычные процедуры, которые предусмотрены нашим законодательством, но это никак не уголовная ответственность. Что касается предпринимателей, я тоже буду встречаться на следующей неделе с предпринимателями, потому что практика очень плохая, это же не один рапорт такой появляется, это в других случаях тоже самое. У нас была такая информация, но это я уже сам лично видел. Если человек занимается предпринимательской деятельностью, доказать, что он занимается предпринимательской деятельностью несложно, если он на самом деле занимается. Это трудовое соглашение на соответствующей ферме, это, соответственно, протокол общего собрания, если речь идет о директоре или генеральном директоре. И, конечно же, важно еще обращать внимание из практических соображений торгово-промышленные палаты. То есть, в основном наши предприниматели, они входят в состав торгово-промышленных палат, важно еще брать оттуда членство. Да нет, если бы это, например, была обычная ООО, какая-то крупная фирма, и, например, если бы они взяли кредит, и директор сразу бы перечислил деньги, например, на фирму, на некуда, ну, и растратил каким-то образом, то есть это было бы доказано. То есть, в данном случае здесь, наверное, можно было бы обращать по страху, но если бы он создал вид строительной фирмы, допустим, компрессионные проекты, грубо говоря, то есть... То есть, да, если бы он похитил деньги, а эти деньги не пошли, например, на покупку цемента, арматуры, оплату зарплаты, там, я не знаю, покупку каких-то еще деталей, которые нужны для строительства, тогда да. Но в данном случае этого не было, все деньги, которые были получены, они именно шли вот туда, куда они должны были идти. Но это особый случай, не буду называть фирмой, это особый случай, это рейдерская схема. Я просто от следователей, от простых случаев, что сейчас больше, ну, под залог, как бы, там 100 тысяч рублей, там, по-другому, скидывал, а... Вот 5 миллионов рублей предлагали за него залог, и судья отказал, потому что он нужен там, там, в изоляторе, психотромирующая ситуация там, он там расколется, он там все расскажет. Ну, конечно, конечно, так это, в том-то и вопрос, что условия-то создаются для кого? Для следователя, для оперативника. Оперативник пришел туда, он там сидит, а он ему там еще начинает над ним издеваться, к примеру, да, там, ну, к примеру, вот были случаи из реальной жизни, вот то, что рассказывают. У тебя там жена беременная? Ну, ты подумай, да, или подписываешь, либо это. Ну, и разные другие уловки, запугивания. Но, ну, извините, у нас-то законодательство-то по-другому построено. Мы не должны доказывать свою виновность. Не виновность, да, а виновность мы не должны доказывать. Пусть они доказывают. Другой вопрос, профессионализм, умение составления документов про социальные. Я вам честно скажу, что я многие дела разваливаю, только знаете почему? Потому что не умею даже грамотно написать про социальные документы. Или такое напишу, что в ужасе просто. Допустим, следователь выходит с ходатайством об избрании меры пресечения. Значит, был такой случай. Значит, к примеру, там, 8-го числа избрали меры пресечения, 8-го, а 12-го только согласовал там руководитель следственного управления. Вот представьте, как так может быть? И суд это штампует, и человека берут под стражу. Ну, и масса других таких. Вот, кстати, не могли бы еще прокомментировать, скажите, с тем, что если суд уже взял под стражу, насколько я знаю, ну, суди считается, что если она взяла под стражу, например, она потом будет оборудовательный приговор, то это значит, там, либо судья взял взятку, либо судья, там, следователь, и все ошиблись. Ну, и скорее всего... Это вселенная катастрофа будет, если... По большинству дел, там, по разбоям, там, по грабежам, по таким, по мелким, там, скорее всего, если человека арестовали, то он в большинстве случаев, приговор уже обвинительный. Даже... Как с этим быть? Здесь ситуация, там, простой человек... Ну, вот опять же, вот как с этим быть? Да, я вот вам приводил примеры, как, сколько молодежи сидит за мобильный телефон, там, за шапку, там, ну, какие-то незначительные. Вот как вот... А надо снять... Вы знаете, вот эту спесь надо убрать. Надо дать возможность, чтобы судья был самостоятельным, насколько это возможно, конечно, судья так же, как и мы, смотрит телевизор, читает газеты, но чтобы он был самостоятельным, и в то же время он нес персональную ответственность за то решение, которое он принимает. Чтобы он не ждал защиты со стороны вышестоящего руководства, или еще и со стороны кого-то. У нас просто процессы сейчас происходят в обществе очень сложные. Потому что, с одной стороны, некоторые представители общественных, там, объединений считают возможным оскорблять судебную власть всю, в целом. Я считаю, это неприемлемо. Потому что тут есть палка двух концов. Если, извините, судья, который рассматривает дело, будет все время получать оскорбления такие, знаете, оскорбления такие, то как он должен себя вести, этот судья? Давайте зададимся этим вопросом. Или каково сидельцу, который там сидит, в отношении которого рассматривается дело? Он не дает таких указаний, но есть горячие головы, которые считают, что надо плакат с нецензурной бранью, или вычислить, где судья живет. Это тоже проблема, это тоже перекос. Потому что если мы говорим о давлении на суд, да, мы можем оказывать давление на суд, безусловно, но в то же время давайте мы все-таки конструктивно, давайте предложения какие-то давать. Если мы видим, что судебная власть категорически не хочет там, или не воспринимает общественное мнение, ну тогда давайте другие формы какие-то искать. Но все равно эту тему не оставлять. Второй, более глобальный вопрос. Не считаете ли вы, что реформа МВД идет сейчас больше сверху, чем снизу? То есть как это реформа, в первую очередь, изменится положение социального рядового сотрудника? А может сейчас, вы знаете, идут сокращения, в основном, оперативных подразделений? Вот как бы, то есть там, ну, нагрузка на людей вырастает, когда придается работать, да, как бы, зарплата не растет. А как бы, ну, тех денег, что получают люди, там, оперативные сотрудники, этих средств, как бы, там, может, на неделю, наверное, работают. Я честно вам скажу, что касается, идет ли реформа, как бы, по указанию сверху, или она все-таки идет таким образом, что и граждане могут в этом участвовать. Я скажу вам так, что, конечно, изначально было такое желание, и были определенные действия, чтобы вот приняли законопроект, вернее, разработали законопроект такой, вот так он и должен пройти в Государственной Думе. Не получилось, мы не дали все-таки. И я очень благодарен президенту, что он сам тоже вник в эти вопросы, и сам часть положений, которые были нами, президентам, обнаружены в законопроекте, на мой взгляд, важных очень, все-таки не удалось провести. Поэтому могу так сказать, что, конечно, идет тяжело очень, идет очень сложно, сопротивление идет ожесточенное. Но, тем не менее, я должен вам сказать, что у меня есть трибуна, у меня есть возможность высказаться в средствах массовой информации, и это тоже влияет на многие вопросы в части принятия конструктивных решений, справедливых решений. Ну, опять же, это важно, чтобы не только у меня, как у Анатолия Кучерена была такая возможность, а очень важно, чтобы общество могло влиять, чтобы нас было много, чтобы мы могли высказать, подать свой голос, в конце концов. Но не просто критика огульная, а вот конкретно, да, я вот вам сегодня приводил очень много конкретных примеров. И вот эти конкретные примеры, они должны привести нас к тому, что вот от частного к общему. Вот надо посмотреть, вот мы проводим аналитику, и потом мы выводим, а почему столько человек, вместо того, чтобы их не брать по стражу, там, залог или домашний арест, почему мы меняем 159-ю? Что это такое? Он что, особый какой-то человек или для него особое законодательство? Поэтому, эту уловку, конечно, надо из законодательства, я считаю, надо 159-ю выводить все-таки в экономический блок, не знаю, какое там решение будет принято. Но, по крайней мере, когда мы видим эту хронологию, мы видим, сколько людей берут под стражу, это и есть повод для того, чтобы бить колокола и говорить судебной власти, смотрите, что происходит. Мы чего, что за погоня за цифрами? Мы погубим так страну, если мы сейчас будем увеличивать тюремное население. Хотя есть и другой вопрос, вот я тут на днях тоже была такая, достаточно жесткая такая дискуссия. Нам говорят о том, что, вот, кстати, даже уволили этого Овчинского, он был советником у председателя Конституционного суда за то, что он резко выступил по поводу гуманизации. Вот тоже есть вторая медаль. Я всегда был за то, чтобы по категории преступлений небольшой тяжести, средней тяжести, все-таки не избирали меры пресечения. Потому что мы столкнулись с тем, что у нас за преступлений небольшой тяжести до двух лет лишения свободы у нас брали людей под стражу. И тех же несовершеннолетних тоже. Мы добивались и делали все возможное, чтобы по этим категориям не брали под стражу. И что получается? Президент внес законопроект, принято соответствующее изменение законодательства в части того, чтобы убрать низший предел. С чем мы столкнулись? Нам говорят о том, что, а теперь вот, пожалуйста, судьи будут заниматься коррупцией. Потому что что такое, допустим, если там по той же 159, допустим, от 2 до 6, мы уже сегодня решено, мы убрали от 2, убрали от 0 до 6. Значит, вот этот люфт позволит судье, в том числе нечистоплотным, заниматься коррупцией. Понимаете, и так плохо, и так плохо. Но это лучше, нежели то, что мы, извините, поставили все на поток, и у нас тюремное население растет там под миллион граждан. Поэтому, или тот же вопрос, связанный с коррупцией. Вот сколько критики было, когда президент предложил внести изменения в действующее законодательство в части кратности штрафов. Ну что в этом плохого? Вот у нас есть институт такой, называется конфискация. Вот хорошо, там есть доказательства, там есть приговор, там осудили коррупционеров. Вопрос конфискации. Где? Ничего нету. Потому что оформлено все на подставных лиц. Сейчас президент внес, соответственно, свои предложения, уже принят закон в части кратности. Абсолютно нормально. Если ты, допустим, там чиновник, и ты взял взятку, там, допустим, в 10 тысяч долларов, и тебя поймали с этим, то у тебя есть возможность заплатить, там, допустим, в 50 крат или в 100 крат больше, и не сесть в тюрьму. Либо если ты не можешь оплатить кратность, которая предусмотрена, санкции статьи, то, соответственно, тогда ты идешь в тюрьму, ну, кратность все равно остается, но меньше. Что же в этом плохого? По взяткам, вы сами говорили, что, как бы, статистика, в основном сейчас, там, мелкие взяточники. Ну, я просто сам, как я был свидетелем, принимал участие, были громкие дела, полный коррупционный, по главным районам, там, где-то, ну, взятки были пополвлены дома, в прошлом, даже, чуть более года назад. Потом, как бы, была такая тенденция, когда, ну, там, дело рассмотрелось. Музгор судеб, то есть, заседание откладывалось, откладывалось, там было коллеги присяжных, там был ряд писем из района, так скажем, там, от гражданной подписи, и, как бы, человек оправдали, человек на должности, хотя, как бы, задержались полично. Дело этим закончилось, собственно. Да? Ну, наверное, хороший адвокат, наверное, работали. Пожалуйста, еще область, девушка, пожалуйста. Меня зовут Шива, Жал, я не на юридическом, похудите, учусь, меня вот интересует вопрос, в чем смысл переименования милиции в полицию, для чего вот вкладывать эти деньги на изменение формальности, смену наклеек, форм, также надписи, да, вот для чего эти деньги, неожиданно, вляжь, нафиг, в более нужное направление, и вот еще один вопрос, действительно, вот те сокращения, о которых сейчас вот идет речь везде, вот эти сокращения ГУДДД, вот будут ли они вот переименованы, вот все смешные названия, которые сейчас... Вы знаете, я, честно говоря, когда мне принесли... Я, видимо, за Шорием был столько этим законопроектом, но это уже внутренние вот эти, поэтому... Вы имеете в виду государственная единая инспекция, да, и полицейский там... Полицейский инспектор дорожного регулирования. Я надеюсь, этого не будет, но я сам, конечно, смеялся. Это действительно так? Нет. Нет, нет, это не так, это уже у нас народ, поскольку ярлыки всякие легко повесить. Это уже стало, к сожалению, элементом осмешивания. Да, во многих местах. Это беда. Я вам скажу свою позицию. Я сам проводил несколько мероприятий в части реформы, ну, в части законопроекта о полиции, и эксперты высказывали разные мнения. Было мнение, что нужно создать федеральную полицию, муниципальную милицию, ну, и там, другие говорили о том, что надо создать федеральную полицию. Создать федеральную полицию и муниципальную милицию с учетом административно-территориального деления Российской Федерации достаточно сложно. Хотя мы договорились с министром, что в некоторых субъектах Российской Федерации мы посмотрим, может быть, какой-то эксперимент будет проведен в части избрания участковых населением. Хотя, опять же, это надо смотреть. Я просто говорю, почему это не прошло. Что касается, почему все-таки полиция. Опять же, общество разделилось там, да, кто-то считает, что это нельзя, кто-то считает, что это правильно. Моя позиция сводится к следующему. Я посмотрел всю историю, как у нас создавалась милиция, для чего она была создана, милиция. Это все-таки рабоче-крестьянские объединения. В свое время, в 17-м году Владимир Владимирович Ленин сделал призыв, что вот из народа должны идти и бороться с, я не знаю, за сохранение социалистической собственности. И все-таки по принадлежности, если говорить о милиции, она все-таки не соответствует нынешним реальным времени. Потому что у нее функционал другой был. Хотя принимались законы, принимались приказы, но все равно среда, в которой они жили из поколения в поколение, там, в советский период, переход в современную Россию, все-таки тот менталитет, он зарождался, исходя из тех вот ключевых, может быть, слов каких-то, он зарождался именно и формировал таким образом милицию, у которой было другое предназначение. Сегодня мы имеем контакты с разными странами мира. И я вам честно скажу, мы тоже, я встречался с американской делегацией, с другими, они не понимают, что такое милиция. Полиция, понятно, хотя вот какие-то, когда проводятся какие-то мероприятия, мы все равно считаем, ну, до принятия закона, все равно там, хоть и милиция, но все равно нас считали как полиция тоже, ну, какие-то контакты с другими странами. Поэтому я все-таки надеюсь, что мент, там, и другие слова, вот эти, которые были, что они должны уйти в прошлое, хотя, как вы видите, сами появляются уже другие ярлыки. Но ярлыки будут всегда, что в России, что в Америке, там, что в Европе, всегда будут ярлыки, потому что народ, он сразу схватывает, и какие-то вот такие хлестки какие-то придумывают названия. Но я все-таки считаю, что полиция, это абсолютно правильно, я поддерживал эту идею, вот именно создание полиции. Хотя мне говорят тоже, и тоже были разные мнения о том, что вот полиция будет ассоциироваться с фашизмом. Ну, когда полицейские, там, когда война была, приходили в наши деревни, там, и полицаи, там, как их называли, там, глумились над гражданами. Не знаю, я бы не стал к этому привязывать, все-таки я очень надеюсь, что это важный такой исторический момент для России, и очень надеюсь, что название само оправдает себя. И просто особо хочу сказать, что название, наверное, имеет значение, но имеет значение, что внутри. Вот если нам удастся сейчас вытащить их из той среды, выдавить их из той среды, в которой они сейчас находятся, палочная система, там четкий приказ и все прочее, никакой зарплаты, никакого нормального довольства там денежного у них нету, они копейки получают. Уж я-то знаю, сколько получают прокуроры, судьи, и сколько получают сотрудники. Они на самом деле унижены, это правда. Поэтому сейчас, если удастся, а я думаю, что удастся, поскольку президент занимается, поднять им денежные довольства и дать социальные гарантии, я думаю, что мы сможем, по крайней мере, привлечь туда людей, которые будут на самом деле служить народу, а не служить собственному карману. Это очень важный вопрос, но он на стыке и юриспруденции, и психологии. Потому что если, я вам говорю о том, что если нам не удастся осуществлять общественный контроль, нормальный, конструктивный, общественный контроль, то мы можем потерять ситуацию. И то, что там творится в кабинетах, и как задерживают людей, и как выполняются казны, и вот эти дела, это так и будет продолжаться. Менталитет, вот это самое главное. А во многом формирование менталитета в обществе, это в том числе и вы, и ваша позиция к каким-то событиям, к каким-то ситуациям. Как будет меняться менталитет, если кто будет покрывать этот новый менталитет? Мы с вами. Мы с вами. Мы, к сожалению, не могу ответить. Мы с какого отношения к этому не имеем? Ну я, понимаете, я по роду профессии оказался, да, как бы, вот я вам рассказываю, как я стал членом общественной палаты. Но я могу так сказать, что если мы будем видеть и созерцать какие-то события, которые вокруг нас происходят, и мы будем считать, что мы не можем повлиять на это, тогда ничего не получится. Понимаю, вот вы говорите, скорее всего... Мы совершенно не можем повлиять, когда у них есть инструкция сверху, и они выполняют этот приказ. И как бы вы рассказывали о том случае, когда вы обратили внимание, что... Вы обратили внимание, что дилиционеры пытались арестовать... Задержать, да, на улице. Задержать. Но это вас послушали, потому что вы известный человек, и к вам можно прислушаться, он вам шепотом подошел, сказал, стал что-то объяснять. Если обыкновенный человек подойдет и что-то спросит... Он вызовет только раздражение. Да, да, его отошлют, а еще в худшем случае тоже арестуют. Да? Да? Нет, я понимаю. Вот мы как раз с вами и должны подумать о формуле взаимоотношений. Вот именно формула взаимоотношений. Вот, например, вот, допустим, мы можем что сделать? Вот, допустим, с кем-то из вас договориться, найти время. И просто поехать в какое-нибудь отделение милиции. И посмотреть, зайти в дежурную часть, посмотреть, сколько людей там содержится. И давайте посмотрим, какая будет реакция. Не будем никого предложить, а просто приедем и посмотрим. Вот это интересно, да? Вот как это все будет происходить? Я вам всегда говорю, вот, допустим, что-то где-то происходит, но хорошо меня знают в лицо. Я говорю, ну хорошо, вот, мне повезло, вы меня знаете в лицо. А как быть другому человеку? Вот как быть ему? Куда ему бежать? Что делать? Да, но вот здесь вопрос взаимоуважения. Именно человеку. Конечно. Просто человек, человека должен уважать. Мне кажется, это это постепенный вопрос. И нужно именно вмедрять вот это. Конечно, конечно. Я почему говорю вам про среду? Выдавливать из среды, потому что они в среде. Вот он приходит на работу, у него болит голова, как сделать эти 20 протоколов? Да не должен он этим, он не должен этим заниматься. Он не должен. Да, объективно, человек нарушил, к примеру, нормы административного кодекса. Накажи. Но справедливо. Потому что я многих людей защищал, и люди мне говорят. Я согласен, я совершил преступление. Пусть меня не кажутся, но пусть не издеваются, пусть не уничтожают меня как личность. Вот о чем идет речь. А у нас какие происходят там? Человека задержали, там начинаются издевки всякие, начинаются оскорбления всякие. Я почему привел сегодня пример, я был поражен, я обязательно об этом даже министру скажу. Когда пришли делать обыск, сняли обувь там в носках, пошли там по квартире. Какие такое было вообще? Ну, приходили в квартиру там в одном месте. Нет, нет, там человек неизвестный. Нет, нет, предприниматель. Это связано с тем делом, о котором я говорил. А вот я не знаю, будет видео, посмотрим в интернете, если будет видео. Вот о чем идет речь, понимаете? Потому что у меня тоже бывает, знаете, плохое настроение. Я тоже не хочу иногда, иногда хочется убежать куда-то, не включать телефон, мобильный, забыть про все. Но проходит 5 минут, я все равно в этом же каждодневно, потому что очень много приходит писем, обращений. Мы открываем там горячую линию в общественной палате. Мне пишут, допустим, там пришло обращение 700, 700 с чем-то, 720 семей выкинули просто из своих земельных участков. Вот этим же надо заниматься. 700 семей, вдумайтесь. Потому что кому-то этот участок понадобился, рейдерская схема, у человека свидетельство о собственности, все, всякие манипуляции, все, бах, у человека нет этого участка. Понимаете? И много таких вопросов. Но ими надо заниматься. И мне говорят, ты берешь там дела сложные. Но мне это интересно, я этим хочу заниматься. Понимаете, мне никто не заставляет этим заниматься. Ну, конечно, это большая общественная нагрузка. Конечно, я все это понимаю. Но мне повезло. У меня есть возможность самореализоваться. Извините, я уже время перебрал, наверное. Пожалуйста, еще есть вопросы? По Речникову. По Речникову? Давайте. Вот когда там была ситуация, документ, не обращаясь, это же было уточное товарищество, да? Да. Где они продолжались участвовать в советское время. Но уже как-то, после 90-х годов там появились объекты капитального строительства. Вот тоже, видите, работа средств массовой информации. Вот я могу честно вам сказать и утверждаю, что в Речнике действительно было построено несколько современных, подчеркну, несколько современных домов, которые построили, как модно было говорить раньше, да и сейчас говорят новыми, ну сейчас уже меньше говорят, новыми русскими. Но это было построено несколько, 4 или 5 капитальных, как, опять же, сложных капитальных, нет, но красивых домов. Все остальные там 200 с чем-то домов, это хибары. Пусть меня простят ветераны войны, которые там живут, и жители Речника. Но под эту сурдинку получилось что? Вы помните же эти жуткие кадры. Трактор, экскаватор, 30 градусов мороз на улице, выкидывают из окон там матрасы, там, я не знаю, микроволновки, там, одежда какая-то. Издевательство просто, это я не знаю, кто вообще, как так можно было поступать. Мотивирует тем, что есть решение суда. Есть решение суда Кунцевского района суда города Москвы. То есть, вдумайтесь, опять же, мы возвращаемся к роли конкретного судьи, который принимает решение. Я когда стал заниматься этим вопросом, я прочитал решение судов, я на самом деле, как разумный человек, пытался ответить на вопрос, а что, собственно говоря, должно двигать судьей, которая должна написать такие слова. Например, ветеран войны, а там ветеранов очень много, ему предписано решением суда снести постройку за свой счет. В противном случае, если он не снесет за свой счет, то префектурой снести и 2 миллиона рублей вменить вот этому ветерану войны, который должен снести за свой счет, или если префектура платит префектуре за то, что снесли его дом. Начинаем разбираться, но он там же живет много лет. Но он же там ввел предусадебное хозяйство. Нет, вот надо так поступить. Вот вам роль суда. Понимаете? И что ты сделаешь? Вот я туда тоже, когда стал вмешиваться, мне говорят, есть решение суда. Я говорю, стоп, давайте разбираться. Я не оспариваю, я не говорю сейчас закон и незакон. Давайте разбираться, на основании чего принималось решение суда, как принималось решение суда. И вот благодаря президенту как раз эту ситуацию удалось остановить. Было дано поручение прокуратуре, и слава богу, ну варварскими способами нельзя действовать. А под предлогом того, что тут, извините, дома такие построены, то понятно, что интересный кусок земли, потому что он на берегу, извините, речки. Еще вопрос, пожалуйста. Еще вопрос. Вы знаете, какие-то ситуации в станице Кущевской, что там изменилось? Да. Даже выезжал мой заместитель туда, и еще несколько членов палаты. Мы очень надеемся, что сейчас, не только в станице Кущевской, но и в других станицах, все-таки правоохранительные органы наведут порядок. Но, опять же, все, что произошло в станице Кущевской, Гусь-Хрустальный и других, по-моему, Ставрополь. Это все свидетельствует о том, что на местах вот это сращивание, которое существует, правоохранительные органы, местные авторитеты, другие люди, это свидетельствует о том, что человек, который там живет, он не может первым воспользоваться услугами, допустим, получить в аренду землю. Почему не может получить? Потому что начинает заниматься, он пишет заявление, как мы рекомендуем, пишет заявление, ему говорят, нет, там либо ты заплати, там, вот, в частности, на горячую линию поступали такие звонки, в том числе из Краснодара, ты заплати там 100 тысяч рублей, мы тебе все оформим, нет, значит, иди обращайся в официальном порядке. Вот он в официальном порядке с 2004 года не может никак получить кусочек земли, в аренду. Итак, я почему привел этот пример, потому что вот это свидетельствует о том, что вот то, что происходит в головах тех же правоохранительных органов, тех же судей, которые там работают на этой территории, вот это и привело к тому, что мы имеем, к сожалению, к трагическим последствиям, потому что те, кто убивал, они, с учетом того, что они были помещены в особую среду, людей, как бы, неприкасаемых, вот это и привело, потому что если он понимал, что если он что-то сделал, его посадят в тюрьму, поверьте, он бы, наверное, подумал, прежде чем что-то, а то почему бы не убить, если у меня такие связи, это опять же психология, поэтому сложно, конечно, тяжело все, но тем не менее, я считаю, что все эти вопросы должны быть в поле зрения граждан, и граждане в данном случае, и с помощью граждан, кстати, надо сказать, что по некоторым регионам нам удается, надо ломать ситуацию, те обращения, которые на мое имя приходят, конечно, их очень много, но даже если за моей подписью уходит запрос, к тому же, руководители правоохранительных органов в субъекте, там, или в суд, я вижу, что они все-таки осторожно относятся, и, по крайней мере, стараются решать эти вопросы по закону. А кто-то был на кассе? Да, конечно же, там арестованы, и сотрудники милиции арестованы, А он только на личных поставили? Был снят с должности начальник ГУВД, фамилия, по-моему, Кочарук, был снят с должности, и находится под стражей заместитель его, или не заместитель, сотрудник милиции, который непосредственно был в Кущевке. Пожалуйста, еще вопросы. У меня возник вопрос. В своей деятельности вы, когда-либо сталкиваетесь с показаниями полиграфа, и как вы относитесь к тому, чтобы придать полиграфу официальный юридический статус как средство доказывания? Я к полиграфу отношусь плохо. Я не верю, что с помощью технических манипуляций можно распознать наш мозг. Не верю. Человек может быть в разном эмоциональном состоянии. Погода, все, что угодно. Вот посмотрите, на первом канале идет передача «Ветект лжи». Я в ужасе просто. А знаете, почему в ужасе? Потому что как можно вообще, мы говорим о частной жизни, о личной жизни, об интимной жизни, как можно это выносить на экран? Но вдумайтесь, что мы делаем с собой вообще в нашей стране? Как можно сидит жена, там сидит бывший муж или бывшая жена? Что мы делаем вообще? Сколько раз кто сексом занимался, с кем? Ну как это? Я не ханжа по жизни, но я этого не понимаю. Это сугубо наш личный и внутренний мир. Ну давайте мы оставим для себя хотя бы вот наш мирок, в который мы никого не должны пускать. Нет, мы на всю страну говорим. Ну что это такое? Я вообще не понимаю, я честно не понимаю. Я еще раз говорю, я не ханжа, я не против того, чтобы обсуждались какие-то вопросы. Ну что касается нашей личной, частной жизни, я здесь категорически против. И понимаю, что человек подписывает там, что он согласен, что он там звездой будет. Ну а вот здесь, а что потом дальше здесь происходит? Это беда просто какая-то. Поэтому я против детектора лжи и еще раз скажу, что я не считаю, что это может являться доказательством. Хотя мы идем к этому, я об этом много писал, говорил, я не считаю, что это то доказательство, которое может подтвердить, допустим, виновность либо невиновность гражданина. Сам человек, если он, допустим, подозревается в чем-то, исходя из действующего законодательства из нашей Конституции, сам человек избирает формулу поведения. По закону, если он подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, он имеет право молчать. И ему за это ничего не будет. У нас же все это перевернуто. Если человека подозревают, его задержали, там судят его, то его заставляют давать показания на себя. И вот это вот исковерканное, вот это все, закон как бы гласит одно, человек ведет себя совершенно по-другому. Примеры из, тоже вот, банкира задержали, стали там допрашивать окружение, вызывают жену, спрашивают у жены, сколько муж зарабатывал денег? Ну там, это было уже давно. Ну, вот как? Она мне потом рассказывала, что мне делать? Как? Я говорю, что вы сказали? Я сказал, как есть на самом деле? Понимаете? То есть, ну это же такая тема, она психологически очень непростая, поэтому мне кажется, что это больше идет такая пиар-компания с детектом МЖ. Ну, именно пиар-компания. Но я не верю в эти чудеса, что это может быть приемлемо. Пожалуйста. Антон Игорь, в своем вопросе я хотел бы коснуться больше общественной стороны вашей деятельности. Скажите, пожалуйста, с наших последних вопросов, которые сейчас вам задаются, мы касаемся таких негативных последствий развития нашего общества. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что было бы правильным, целесообразным, может быть, больше внимания уделять молодому поколению, вплоть до, начиная с детского сада и школами, продолжая вузами, учитывая, что человек в участии в своем формируется в молодом возрасте и особенно в детском возрасте. Вот как общательные дети, как вы считаете, что можно сделать в этом направлении, в том числе с юридической точки зрения, с общественной точки зрения, с тем, чтобы как-то улучшить и воспитание нашего молодого поколения детей, подростков, абитуриентов, студентов, с тем, чтобы, может быть, это даст возможность в будущем, в следующем поколении улучшить уже и общую криминальную обстановку в нашей стране, и просто это поможет в председании нашего отечества. Спасибо, спасибо. На самом деле, очень важный, актуальный вопрос, вопрос, который, наверное, не имеет однозначного ответа. Я всегда говорю и привожу примеры из советского прошлого. Когда мы жили в советский период, у нас были какие-то кумиры, у нас были герои, да, там, и мы как-то вот, обучаясь в школе, там, дальше в институте, мы как-то на кого-то ориентируем, по крайней мере, воспитываясь на классики, там, на, не знаю, на Чехове, Тургеневе, мы как-то все-таки думали по-другому. Это не значит, что молодежь сегодняшняя не читает эти книг, читает, но мы переживаем очень непростой такой исторический период, потому что на ломке того строя и современной России новые ценности, новые взгляды, свобода поведения, высказывания, все это по идее должно придать нам некую такую самостоятельность, чувство собственной достоинности, что вот я сказал, я там покритиковал, я там высказал свое мнение. И когда нас много таких, то получается, что мы должны как бы с вами сформировать свободную страну, свободную страну свободных людей. Извините за тавтологию. но когда начинаешь понимать, когда смотришь по тем или иным событиям и видишь, что даже по тому же интернету, блоги, сайты, в основном блоги, и когда ты видишь, что идет сплошное оскорбление, нет диалога, человек в маске, он считает, что можно оскорбить президента, премьера. Понимаете, если мы так будем двигаться дальше, то у нас ничего не получится. Я сейчас вернусь к образованию. И я считаю, что это неприемлемо. Если ты имеешь позицию, а я часто высказываюсь по тем или иным событиям, которые происходят в нашем обществе, но я же не боюсь этого говорить. Я когда занимался речником, я получал угрозы в собственный адрес. Вот реально возбуждено уголовное дело. И Бутовом, кстати, то же самое. Это все есть, возбуждено. По речникому не удалось записать вот этот звонок, который был с угрозой, конкретного угрозы в мой адрес и в адрес моей семьи. Ну, я же не испугался. Я все равно занимался этими людьми дальше. Поэтому, я к чему говорю, что я без маски, я вот, вы меня можете критиковать, вы можете говорить обо мне всякие гадости, но опять же, гадости, каким образом? Не просто вешать ярлыки с какими-то оскорблениями, а дебатировать, проводить какие-то диалоги. Но, к сожалению, у нас нет этой культуры, потому что это опять же упирается в образование. Опять же, среда, вот я говорил о среде. Вот, у меня есть тоже дети. Вот, что бы в семье ни происходило, но я никогда в жизни не позволю по отношению к другим членам семьи, даже если у меня плохое настроение, повысить голос. Потому что маленькие дети, если он увидит, что там девочка или мальчик, увидит, что я грубо разговариваю или там с женой как-то, да, на каких-то... Какой это будет ребенок дальше? Что он подумает? Он такой же будет, потому что он будет... А дети очень впитывают это все. Вы знаете, что я веду и провел достаточно много дел, связанных с детьми. Вот, я выезжал, в частности, занимался делом Ирины Беленькой. Это Будапешт, и Париж. То есть, Франция и Венгрия. Вы знаете, там было очень сложное дело, она побила просто своего бывшего мужа, уже теперь француза, Жан-Мишеля, и забрала у него ребенка. Хотя он приехал, он забрал ребенка отсюда, она поехала туда, избили его там, и она с ребенком пыталась уехать на границе с Венгрией, Венгрия и Украина, задержали ее. И вот я занимался именно по уголовному делу. И, понимаете, тоже, когда я пытался анализировать ситуацию там, допустим, как в европейских странах, вы знаете, та же самая проблема, что и у нас. Та же самая, то есть, там может быть меньше оскорблений, ну, на самом деле, меньше вот этих вот, то, что у нас сейчас происходит, но практически то же самое, потому что, вот оказывается, свобода, вот оказывается, можно все, что не запрещено по закону, может и создавать, вот, простите, я не знаю, может такой гибрид, который мы имеем сегодня в нашем обществе. Это не значит, что у нас плохие люди, это не значит, что мы не в состоянии отстоять собственные там интересы там или постоять за себя. Просто так все катится по какой-то там, да, кривой, что думаешь, хорошо, если мы в школе введем правоведение, изменит ли что-то? В какой-то части, да, изменит, потому что мы будем знать с вами, как переходить дорогу, например, по зебре. Но в целом формирование происходит в том числе от того, как мы с вами общаемся, как мы общаемся в школе, как мы общаемся в институте, как мы общаемся дома. Я вам честно скажу, что я был в разных ситуациях, я в жизни мог стать, может быть, не адвокатом, а мог бы, может быть, и предпринимателем стать. Но у меня были всегда вот такие, знаете, такие сложные моменты, когда мне нужно было выбрать. И я для себя в какой-то момент сказал, нет, я хочу быть адвокатом. Все. И когда я себе об этом сказал, я уже рассказывал о том, что я никогда, вот многие говорят, надо ставить какую-то цель перед собой. Да ничего подобного. Никакой цели не ставил перед собой. Я никогда не думал, что буду известным человеком. Никогда. Я просто, когда ко мне люди обращались, я понимал, что я должен трепетно относиться к этому. Вот пришел человек ко мне, он мне за это деньги платит. И я обязан, неважно, сколько это времени, страдала семья, там дети, меня редко видят дома, но я знал приказ, что я должен это честно сделать. Чтобы я мог человеку в глаза смотреть спокойно, чтобы я не прятался от него, чтобы я не отключал телефоны. Это сложная миссия, это непростая миссия, но это мы должны делать, если мы хотим быть востребованными, если мы хотим самореализоваться. Ну, каждый в своем направлении. Я просто предлагаю вам почаще встречаться, может быть, и какие-то важные вопросы обсуждать. Я просто уже говорил о том, что времени мало, но если у нас будет какой-то координатор, где меня можно вытаскивать хотя бы на несколько часов, я с удовольствием с молодежью, с юристами, неважно, по какой профессии готовы обсуждать, более того, приглашать вас на какие-то мероприятия. Я не знаю, вы удовлетворены ответами или нет, но я так думаю, по крайней мере. Спасибо. Еще вопросы? Анатолий Георгиевич, у нас, последок, у нас есть такая традиция у вас, что наши гости, они оставят какие-то пожелания. Да. Скажите, что вы бы хотели пожелать студентам МГИО? Студентам МГИО? Ну, вот нам. Ну, я Ленина не буду повторять. И постараюсь тоже быть, наверное, в то же время не оригинальным. Я просто пожелал бы вам всегда быть такими, как вы есть, и в тех или иных ситуациях, сложных ситуациях, принимать именно решение не потому, что это такой момент, сегодня нужно принять такое решение, а вот не бояться принимать решение именно по внутреннему убеждению, внутреннему состоянию. Если вы добьетесь этого, то тогда чувство собственного достоинства вы всегда сохраните. Спасибо.